Ливен Буве Вы декан факультета в одном из крупнейших университетов в мире, имеющего большую и богатую историю. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем факультете. Чем он сейчас занимается? Какой подход к обучению в нем сейчас доминирует? Да, действительно, наш факультет – один из крупнейших богословских факультетов, по крайней мере, в Западной Европе. Его важной отличительной чертой является, конечно, то, что он весьма древний. Факультет был основан в 1432 году, через 7 лет после основания университета в 1425 году. С тех пор он всегда был известен своей интернациональностью, и мы сохраняем эту интернациональность по сей день. Так, сейчас у нас около 700 студентов, половина из которых – зарубежные студенты со всего мира, со всех четырех сторон света, из 65-70 стран. Другая половина – студенты, говорящие на фламандском или голландском, а также студенты из Нидерландов. Эти студенты здесь получают степени бакалавра и магистра, а некоторые – и докторские степени. Большинство студентов, учащихся по международной программе, приезжают к нам с четко осознаваемой целью писать докторское исследование. И до этого им зачастую приходится сначала получить степень магистра, или провести год в рамках подготовительного курса перед тем, как начать работать над докторской диссертацией. Итак, каждый четвертый наш студент учится в докторантуре, что говорит о том, что наш факультет имеет исследовательскую ориентацию. Для нашего факультета научная работа очень-очень важна. Вся система обучения на факультете основывается на исследовательских принципах. Таков наш факультет в настоящее время. Это факультет богословия, и этот факультет, работая в весьма секуляризованной стране, стремится сохранить свою богословскую ориентацию. Вот почему для нас нет непроходимой границы между, скажем, богословием и религиоведением. Следующий важный момент, а мы с вами сейчас, кстати, как раз находимся в библиотеке факультета богословия, это стремление поддержать атмосферу интернационального исследовательского духа в изучении богословия. Тут есть отдельные кабинеты и комнаты для работы и студентов-докторантов, и младших преподавателей, и научных сотрудников, и профессоров, взявших отпуск для научной работы. Так можно всем вместе работать над исследованиями, обсуждать друг с другом возникающие вопросы. Поэтому создание и поддержание исследовательского духа — третья отличительная черта факультета. Важно сказать также о том, что наш факультет существует не сам по себе, он — часть университета, дающего всевозможные знания. А значит, богословие так или иначе изначально оказывается в конкурентной среде других наук. Не только философии, как раньше, а также гуманитарных и социальных наук, да, и даже естественных. Поэтому исследованию соотношений разума и веры придаётся особый колорит благодаря тому, что в рамках разнообразных университетских дисциплин можно обратиться к разным сторонам реальности, явлению религии, сущности человека и так далее. Ваш университет, а в особенности ваш факультет, был на протяжении веков широко известен в качестве неофициального голоса католической церкви. Возможно, даже до середины 20 века. Сейчас у него более независимый, критически настроенный по отношению к уйтикану голос. Иногда даже говорят, что он стал либеральным. Как бы вы это прокомментировали? Что же, я не думаю, что наш факультет изменился. Лёван был сторонником историко-критического метода задолго до Второго Ватиканского собора. Поэтому в этом смысле нельзя забывать, нравится нам это или нет, что Корнелий Янсен, который известен по конфликту в связи с его учением янсенизмом, был профессором здесь, в Лёване. Так что в этом смысле у Лёвана всегда был независимый голос. Конечно, он часть католической церкви, а так как внутри католической церкви есть много голосов, наш университет и особенно факультет богословия тоже имеет свой голос в ней. И это так и по сей день. Мне кажется, наш университет мог так эффективно служить католической церкви именно потому, что у него свой собственный характер. Это и сейчас так. Например, многие епископы сознательно посылают людей, готовящихся принять священнический сан, а также просто своих прихожан для продолжения обучения в Лёване. А другие посылают их в другие центры, в Париж или даже Рим. Понимаете, мы являемся частью того разнообразия стилей богословия, которые каждый по-своему вместе и составляют современное католическое богословие. И я считаю, мы должны выступать в этой роли, это наш долг — играть такую роль. Мы ближайшее к Риму место, где помимо самого Рима можно изучать богословие на английском языке. Если бы мы делали то же, что и богословские учебные заведения в Риме, зачем нам было бы вообще существовать? Мы же существуем, потому что являемся частью Западной Европы. В этом контексте нам выпало заниматься богословием, приглашая людей со всего мира принять участие в нашем богословском проекте, направленном на то, чтобы понять, как сделать христианскую веру в современном мире и внутренне убедительной, и важной для людей, здесь, в Бельгии, в Европе и во всем мире. Поэтому в этом смысле, мне кажется, неверно было бы сказать, что мы изменились. Безусловно, многое поменялось, поменялся контекст, в котором богословские мысли приходится существовать. И, пожалуй, с учетом того, как наш факультет жил в изменявшихся исторических обстоятельствах, и как он всегда стремился выдвигать богословские проекты соответствующей времени и исторической ситуации, можно сказать, что наш факультет делает ровно то же в современном западноевропейском контексте. Считаете ли вы, что облеченные властью в католической церкви люди прислушиваются к профессорам и позиции католического университета Левена? И если да, то в каком смысле? Ну, вообще-то, я думаю, что, конечно, прислушиваются. Как я уже говорил, некоторые епископы посылают готовящихся принять сан, учиться к нам, а они ведь как раз облеченные властью в церкви люди, согласитесь. Взгляните на наших выпускников. Они занимают заметные места в местных церковных структурах, например, возглавляют семинарии, заведуют отделениями христианских исследований в местных университетах, входят в епископскую курию и так далее. Поэтому да, я считаю, что наших выпускников ценят за те знания, которые они получили здесь, в Леване. Еще один момент. И, пожалуй, всякий раз, когда я это слышу, я считаю, что это большой комплимент. В разговорах с разными людьми за границей я часто слышу, ну, конечно, сразу понятно бросается в глаза, если человек учился в Леване. Должен признаться, я такие слова всегда воспринимаю как комплимент, хотя они не всегда задуманы как похвала. Да, мы даем такое образование, чтобы развить критическое мышление, в этом я уверен. Мы так учим людей, чтобы они потом могли обращаться к традиции католической церкви в современном историческом контексте критически и конструктивно. Да, в этом, пожалуй, и заключается наша работа и призвание. Потому-то епископы и посылают студентов к нам, потому-то молодые ребята-студенты из Америки решаются приехать к нам учиться с другой стороны Атлантики, потому-то к нам едут учиться из Восточной Европы. И поэтому также и студенты других деноминаций решают приехать и учиться здесь. У Лёвен заслуженная репутация университета, дающего высокий уровень образования. Что, как вам кажется, Лёвен может предложить восточноевропейским странам, прежде всего, например, России, в рамках учебного курса богословия? Ну, первое, что мне кажется, мы можем предложить, это то, что богословие, помимо своей основополагающей роли для церкви, для православной и римской католической церкви, в нашем университете получает еще и учебную задачу. Богословие находится на перекрестке путей между церковью и академическим миром. Мне кажется, что важнейший способ служения богословия церкви — это занять достойное место в научной сфере, доказав, что это серьезная научная дисциплина, соответствующая высоким академическим требованиям. Диссертация по богословию не должна иметь научный уровень, уступающий диссертации по философии, социологии или естественным наукам. Таково мое мнение. Диссертация есть диссертация. Я думаю, само по себе имеет большую ценность, если мы покажем богословским ученым заведениям, принадлежащим другим конфессиям и разбросанным по всему миру, что это не только возможно, но к этому нужно стремиться. Думаю, это первое, что мы можем предложить российским богословским образовательным учреждениям. Во-вторых, это наглядная демонстрация того, что принадлежность к науке не мешает служить церкви. Нет вопроса «или-или». На самом деле это и первое, и второе. Поэтому я совершенно серьезно и буквально говорю о том, что богословие находится на перекрестке дорог между наукой и церковью. Именно в силу своей научности оно может служить церкви. Этого можно добиваться разными способами, ну, например, снимать небольшие учебные фильмы или писать статьи, внося вклад в диалог между церковью и обществом, принимая участие в работе комиссии по этике, помогая обеспечить более серьезный теоретический подход для приходской работы и так далее. Все это служение богословия и его представители могут осуществлять именно в силу серьезности исследовательской базы дисциплины. Естественно, третьим заинтересованным лицом этого взаимодействия помимо науки и церкви является общество. Не секрет, что отношения между церквями, более традиционных религий и обществом, особенно в Западной Европе, изменились и продолжают меняться гораздо значительнее, чем раньше. Но мне кажется, эти процессы не чужды и Восточной, и Северной Европе. Это и секуляризация, и встреча с разницей религиозного опыта, встреча с разнообразием религий и с тем, как основные вопросы и утверждения о том, что есть истина, разнятся в отдельных религиях. В этом отношении, опять же, я думаю, что у нас есть что предложить, ведь вопросы секуляризации очень серьезно анализировались на нашем факультете, как и вопросы религиозного многообразия. Не только межконфессиональное многообразие внутри христианства, но и межрелигиозное многообразие, особенно в связи с приходом ислама в Европу, оказало большое влияние на то, как мы подходим к роли религии в обществе и как мы мыслим ее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok